итак мы продолжаем изучать перте вот 12 12 у нас сейчас мишна 12 получается урок да так как мы за каждую мишну изучали один урок значит 12 урок чтобы точно уже не сбиваться и интересно что это мы делаем я делаю для портала вайкра вайкра то есть обязательно зайдите вайкра.com подпишитесь там везде где можно подписаться на рассылку на видеоканале обязательно надо подписаться и на обязательно фейсбуке чтобы полностью мы сейчас собираем сообщества тех кто любят тору любят изучать тору и там будет много информации интересно как только много людей соберется мы будем делать живые уроки живые семинары с божьей помощью блин это поэтому обязательно будьте в курсе всех дел то есть мы создаем сообщества и делитесь и комментируйте это тоже очень важно потому что тора надо не только изучать но и отдавать и в жизни вообще самое главное не брать отдавать чем больше ты отдаешь тем больше ты в итоге получаешь но тот кто хочет получать он не будет отдавать это есть известная история когда один крестьянин у него было зерно да он собрал и он думает как же я это зерно вот у меня есть мешок всего зерна я как же его в землю таки ну это же ужасно я же его потеряю но это глупая мысль и потому что если ты кинешь мешок зерна в землю то у тебя вырастет три мешка вот точно так же нужно уметь отдавать когда ты будешь получать хорошо значит 12 мишна елель в шамай получили от них елель в шамай получили от предыдущих поколений и до их учителя это были шмая и автальон то есть получается что шмая автальон это были которые приняли иудаизм герим и у них учился елель и шамай шама он был из семьи священников это еще семья аарона да а елель он был из семьи царя давида насколько я знаю он был из семьи царской семьи но так как уже это было много поколений после царя давида то он елель был из евреев которые жили в вавилоне и он приехал в израиль пришел тогда еще нельзя было ехать может если он ехал так на осле но он пишет пришел пешком из вавилона и он хотел учиться но его не принимали у него не было денег то есть то время для того чтобы учить тору нужно было платить за это и чтобы я просто пускали это были такие вот центры изучения самой высшей мудрости да как сейчас может тренинговая компания какие-то если так можно сказать или университеты самые и он хотел попасть гелелю к шамаю к шмай и автальон на обучение его не пускали есть известная история как он у него не было денег заплатить и он замерз на окне он слушал пресс ну там с крыши пытался уловить крупицы мудрости а уже в следующем поколении он стал главой еврейского народа то есть он стал на си а шамай стал главой раввинского суда значит и или он говорил значит он говорил такую вещь а вы а вы металл медавши ларон будьте как ученики аарона аарон это обратно шара бы но который был первый он был 1 первоносвященник от него пошли коэне освещения в храме известно про аарона что он был что он был очень добрый его все любили он был такой и или он говорил будьте как ученики аронаor wilt шалом и он назвал качество которые были у арона он был любящий мир то есть он любил прямо шалом шалом надо разобраться что такое шалом шалом это не только мир сейчас мы разберемся уэв шалом веру дэв шалом и гони за миром то есть есть люди которые любят мир а из которые гонятся за миром это этот он выделил это как два разных качества до уэв это бреет люби бреет люби создание создание это людей в мекар ван литара и приближай их к торе вот он выделил 4 качество арона который мы должны стремиться давайте разберемся сейчас сети 4 качества мы разберем первое качество это любими значит что значит любими шалом это одно из имен с бога то есть однокоренные слова шалом шалом шалим шалим это цельные совершенные и бог он единственно бог совершенно во всем творении есть не совершенство все стримиться к разрушению все является частичным бог он шалим он полный он совершенный у него нет никакого недостатка и шалом это когда есть шалом между например там назвать шломба между мужем и женой когда они становятся одним целым шалом когда страны живут в мире да это когда у них есть открытой границу не полный шалом они ну то есть не боятся друг друга помогают друг друга если у человека есть шлымут в душе то у него нет сомнений делать это или делать то то есть у него есть четко внутри картина мира он понимает что что он делает зачем он живет это называется шлымут и уэв шалом во всем люби шалом во всем это была черта ученикова арона значит стремиться к шлымуту цельности к единству мы говорим шмай сраэль ашем элкен ашем эхад мы говорим что слушай израиль бог всесильный наш бог один и один это тоже совершенство шлымут то есть у него нет разделения никакого теперь дальше он продолжает в роде в шалом изгонить за миром в чем разница между гони за миром и любимер есть известные известная такая история чтобы понять вот эту разницу значит в в одессе в одном дворике семья такая квартира живет и он не кричит говорит сома там кричит саре сара ты рыбу любишь она говорит люблю он говорит так встань и встань и пожарь она горит нет не буду он верит но тогда лежи не и не ну типа и не говоришь и любишь да то есть 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 когда человек что-то любит а есть когда он к этому стремится и для того чтобы к чему-то стремиться это нужно дополнительно внутри степи это больше чем любовь то есть это у тебя есть мотивация ты действуешь ты готов преодолевать трудности то есть одно любви здесь недостаточно то здесь нужно именно стремление намерение это получить и он говорит что с миром здесь тоже то есть ты должен включить у себя намерение гнаться за этим миром чтобы если это а в отношениях ты должен быть инициатором мира если это если это в развитии то ты должен этого что-то быть инициатором до родов идут интересно если еще одна мишна которая говорит а вы рад сахаре митсва выбирах минавера то есть ты гони за митсвой ведь беги за митсвой и убегают преступления так задают вопрос секундочку что-то здесь непонятно значит за митсвой я должен гнаться как будто бы она от меня убегает а от преступления должен убегать как будто бы она за мной гонится а очень странно почему так именно так мир и устроен что для того чтобы была настоящая свобода выбора для того чтобы было равновесие между добром и злом чтобы человек выбрал добро это было честно и получил награду сделано так вся система что зло она притягательная она как говорил один английский писатель и говорит все что я люблю или говорит запрещено или аморально или ведет к ожирению да то есть почему то вот зло но приятно но за тобой гонится до и цера райт этот за тобой гонится добро она тебя убегает то стоит для того чтобы сделать доброе дело должен постараться для того чтобы выполнить заповедь должен постараться то есть здесь тот же принцип что ты должен мир этаж это высшее совершенство то есть это высшая точка пик развития дошла ну ты должен за ним гнаться то есть ты должен как в предыдущей мишне или в следующее это будет да тот кто не добавляет у у него закончится этот кто не учится то есть это не прибавляешь у тебя закончится он говорит поэтому гонись за миром и третье что он сказал уэвэта бриет здесь тоже самое тот же принцип люби мир гони за миром люби создание и приближаешь и кто и потому что может человек он говорит я всех люблю всех люблю значит все до свидания и значит вы живите себе сами а я всех люблю я живу себе сам и он говорит нет если ты любишь создание ну во первых сложно любить создание потому что он использует слова не люди он использует слова есть например ишь есть адам есть ну вот вот это два определения там ишь и адам это который показывает высшую степень развития человека а есть бриет бриет это создание это это просто заготовки такие да и большинство людей они спящие заготовки которые живут полностью как роботы как их запрограммировала общество потребления система школа и они такие как как роботы двигаются по одним и тем же систем ну там как мне понравился вчера в одной из книг читал что есть пять этапов жизни человека рождение обучение работа пенсия смерть значит первый этап вообще не не под его контролем он его родили то есть вообще второй последний этап смерть тоже не под его контролем это значит рождается он его по законам государства в котором он родился его воспитывают ну как бы вот по хоронят его тоже по законам государства то есть вообще него как бы выбор дальше обучение проходит под контролем его родителей то есть родители решают чему его обучаем где его обучать как его обучать значит уже есть пяти этапов первое рождение не его обучение не его дальше работа работа вроде бы у него есть свобода выбора но как воспитывали большинство людей то есть уже лучше синиться в руке там лучше ничего не меняет стаж пенсия там и так далее значит работа есть свобода выбора в принципе но она небольшая и не все реализовывают дальше пенсия пенсия это государство то есть ты уже последнее и смерть вообще не твое и на на могиле человека пишется три вещи первая вещь пишется когда он родился не его второе имя как его звали не его как его назвали так он имя и носит и третье пишут у него на могиле когда он умер тоже не его это все вот так проходит жизнь большинства людей которых как раз еле называет бреет создание то есть это те кого сотворили и он говорит то есть как бы люди которые проснулись как пробудились вот они знают что истина у них и свобода выбора ответственность они понимают свою связь с богом они становятся очень часто высокомерно они смотрят на остальных людей и думают о общество потребления вот они бегают такие как но там только по рекламе живут по рекламе телевизорами управляют зомбированные них называют да хотя интересно что общество потребления так как его держит государство под контролем и государству выгодно чтобы большая масса людей были управляем и очень легко управляем и через сми через телевизор и она держит их чтобы они в этой системе держались и поэтому если кто-то начинает им говорить проснитесь все возможно свобода и так далее то тех кто пытается их разбудить их называют наоборот сектами там как-то ну то есть мардиналы они вне общества потому что нормально общество должно потреблять все значит то говорит нам и или нет камни потому что очень социальная поддерживаю общество потребления я поддерживаю потребление потому что проснувшийся человек тоже может быть внутри общества потребления и потребляет значит еще раз или говорил о в этом бреет люби создания то здесь есть в его еще этом совете есть очень один один такой нюанс то есть если человек наполнен например презрением кому-то значит он мешок полное презрение если человек наполнен высокомерием так он мешок полный высокомерием если человек наполнен любовью то он полный любви то есть и для человека который любит окружающий мир как установка по умолчанию любить то ему же лучше поэтому или не говорит какие бы они ни были эти бреет как бы ты не относился к ним что они неправильно живут но Но установка по умолчанию, они в этом не виноваты, они должны, ты их должен любить, но что ты должен с ними делать? Микарван ли Тора, ты должен их приближать к Торе. Значит, Тора это то, что Бог дал, Тора это от слова ура, это знание, это обучение, и Бог дал знание, как работает мир, то есть это цельная система, как оно все работает, как устроено. И когда ты это понимаешь, ты понимаешь связь человека с Богом, ты понимаешь, что есть следующие этапы, душа, ламаба, развитие, там целая-целая система, вот то, что мы сейчас изучаем, это мы изучаем Тору. Так вот, ты должен любить Бриот и любить создание, божественное создание, и приближать их к Торе. То есть, многие, которые начинают путь, вот есть люди, которые, они посвятили свою жизнь спасению других, да, то есть они вот идут в люди, там, они проповедуют, они рассказывают про Бога, они рассказывают вообще о жизни, о свободе, но очень часто у них есть два варианта. Первый вариант это спуститься на язык понимания людей, то есть они спускаются на язык понимания людей и пытаются их вытащить, но очень часто они сами там проваливаются. Например, я занимался Керувом, ну это называется приближение евреев к Торе, да, к Богу, к Торе, то есть евреи, большинство евреев потерявшиеся от Бога, потерявшиеся от Торы, то есть они каким-то, почему-то они подумали, что какие-то системы там философские, коммунизм, какой-то там бред, ну и так далее, они могут им заменить вот эту вот систему взаимодействия с Богом. И, значит, это сильные царара, очень сильное злое начало есть. И те, которые, евреи, которые служат Богу, такие есть вот именно служители, прям настоящие, они говорят, надо спасать заблудшие души, да, то есть евреи не занимаются миссионерством, но евреи внутри себя, они занимаются приближением, возвратом евреев в народ священников, да, то есть каждый еврей обязан, просто обязан, поклялись Богу, это рабы для Бога, рабы дети рабов. Знаешь, мы пионеры дети рабочих, а евреи это рабы у Бога, дети рабов у Бога, дети рабов у Бога, которые поклялись на горе Синай быть рабами Богу и полностью выполнять тору и заповеди, и никогда с этого не съезжать. И те, которые евреи об этом помнят и понимают свой долг перед Богом, они пытаются вернуть тех евреев, которые об этом забыли, вернуть обратно. Это называется керуф, приближение рахутим, далеких, приближение далеких. То есть есть процесс возврата к Богу, называется вернуться к возвращению. То есть есть на любом девайсе, есть такая кнопка вернуться к заводским установкам. Так вот, процесс чува, раскаяния и возвращения к Богу, это не занятие какой-то новой позиции, это возврат к заводским установкам, каким ты должен быть изначально. Просто когда рождается человек, на него одевают программное обеспечение, которое другое, и потом ты должен снести этот софт и перезагрузить. И вот я наблюдал, как иногда пробуждение происходит само по себе. Вот у меня там было, да, от того, от страдания. Обычно Бог приводит к служению себе через страдания. То есть бах, бьешься мордой об стену, и потом думаешь, вот я что-то не так, я живу, наверное. Да, раз мне так больно в моей жизни, значит я неправильно делаю. В этот момент ты обращаешься к Богу, в этот момент происходит вот этот, как бы, connection, да, connection, ты вдруг понимаешь, что есть Бог, Он тебя слышит, Он тебя любит, Он тебя хочет добра. И дальше у тебя есть возможность вернуться на тот путь через этот лучик. Ты начинаешь идти искать этот свет, бах, находишь Тору. И вот я сел в Ешиву и так далее. И вот я наблюдал, есть мир, как бы внутренний мир, которые полностью посвятили себя служению Богу. Они сидят в Ешивах, в Иерусалиме, день и ночь учат Тору, молятся, вот так вот ходят, чтобы не видеть ничего, что может выбить их из этого состояния. И, значит, потом они говорят, ну а как же миллионы, надо же спасать, то есть ты не можешь, написано, люби мир, но ты должен еще стремиться к мир, гнаться за миром, любить бред и приближать их к Торе. Они говорят, ну если мы пойдем приближать кого-то к Торе, понятное дело, что они не приблизятся, то есть потому что мы космонавты, то есть мы космонавты, мы живем в духовном космосе. Но давайте мы подготовим, они космонавты, и они знают, как работает мир, и среди них есть очень богатые люди, миллиардеры, то есть те, которые занимаются именно только служением Богу, но они посвящают какую-то часть времени, бывает час в день, два часа в день, и они, обладая этими знаниями, и обладая этими, ну уникальной божественной помощью, например, недавно я совсем узнал, что был такой Высоцкий, основатель Чайной империи Высоцких в России, который контролировал 35% чайного рынка России, сейчас Высоцкий и компания его потомки, 75% чайного рынка Израиля они контролируют, все. Так Высоцкий закончил Ешиву в Ковно, Воложен, он учился в Воложене, Высоцкий потом учился в Ковно у Раби Строля Салантера, то есть был ученик Раби Строля Салантера, а потом, когда он решил, что надо заработать деньги, потому что Ешивам нужны деньги, то есть он взял и спокойно организовал компанию, которая там контролировала через несколько лет 35% чайного рынка России. При этом он был всю жизнь харидимный человек, а ортодоксальный, еврей, все соблюдал. Так вот, значит, и они посылают приближать к Тори, то есть есть, вот меня, можно сказать, так, обучили, и послали приближать к Тори в свое время. Но я, когда сталкиваешься постоянно с миром нерелигиозным, то ты его впитываешь, и ты думаешь, ну как я буду в белой рубашке, ведь есть красивая рубашечка, так меня лучше поймут. И ты постепенно, постепенно, ты оп, и ты вместо того, чтобы приближать к Тори, ты сам полностью провалился в общество, социализируешься и превращаешься, ну практически там на 80% в общество потребления, у тебя остается 20%, там, которые ты прикреплен к Богу, ты понимаешь, что это правильно, но как бы и ты уже полностью интегрировался в этот мир, и уже не из этого мира переводишь туда, хотя я стараюсь это делать, и портал Ваикра, и все мои уроки для того, чтобы пробудить каждого к служению Богу. Но получается, что многие, наоборот, из этого мира начинают уходить, из мира Тори, начинают уходить в мир обычный, но и, слава Богу, очень многие из мира обычного хотя бы на 10% прикрепляются к миру Тори. И здесь очень важно, мы не можем сейчас посмотреть результативность, мы когда уже перейдем в следующий этап своей жизни, там, в духовный мир, да, мы увидим, что для Бога было важно, и хватает ли того, что там 20 минут послушать урок Тори в день, хватает ли этого, чтобы получить следующий этап в жизни, чтобы выиграть, как перейти на следующий левел в компьютерной игре. Я очень надеюсь, что хватает, я очень хочу, я эти уроки делаю приблизить к Тори, и с Божьей помощью считаю, что вот этим я выполняю Мишну, которую сказал Илель, о Эвит Абриот, я люблю всех созданий божественных, и приближать их к Тори. Я вас приближаю к Тори, мы приблизились сейчас, на 20 минут мы занимались изучением Тори. Все, я желаю вам огромных успехов, радости, счастья, и чтобы все было хорошо.